Тамбовский влог Александр Смолеев, Сергей Степанов. И сегодня мы находимся в очень интересном, но в то же время очень жутком месте. Музей греха, созданный стараниями известного тамбовского краеведа и патологоанатома Юрия Щукина. Коллекции Юрия Кирилловича могли бы позавидовать самой Кунсткамере. А сейчас мы просим беременных женщин, слабонервных и детей отойти от экрана. Перед этим не забыв поставить лайк и подписаться на наш канал. И сейчас мы узнаем, к чему приводят человеческие грехи и пороки. Мне вообще в этом году 69 лет. Из них 35 лет я только проработал на одном месте, в морге. Каждый день покойники, вскрытие. После того, как службу прекратил, прекратил, в принципе, по нужде. Расформировали все городские морги. И, в общем, я решил прекратить занятие патонатомии и перейти на преподавательскую работу. Переехал сюда. В 2011 году мне поручили вести историю мировой отечественной медицины. Ну и одновременно перевез коллекцию. Вот все объекты натуральные. И все рассказывают о вредных привычках. И чем это все заканчивается. Десятиклассник потерял руку. И обратите внимание, прожженная центральная часть ладони, черный палец и метка на ладони черная. Он решил оборвать провод, который висел на столбе. И взял его в руку, чтобы сдать на металл базу и получить денежки на выпивку. Но перед тем, как взять этот провод, он случайно провалился в лужу на стадионе правой ногой. Отряхнул ногу, вырвался, подошел, схватил провод. И только у него пошел правая рука и мокрая правая нога. Моментально произошел спазм. Тут начало гореть. Палец прикоснулся, соответственно, к ладони. Вот почему он такого черного цвета. Ну и в результате потерял руку. То есть коллеги уже знали, что вы собираете коллекцию, поэтому вот все такие артефакты вам сразу... Ну вот, например, еще недавно хирурги мне подарили такую каловые камни из кишечника одного пьяницы. Вот он поступил в больницу. Мужчина 41-го года с болями в животе. Кричит, лежит в приемном покое. Ну, разрезали брюшную стенку. Видят кишечник, в норме которой полуспавшись, он в виде новогодних бус. Расширение, сужение, расширение, сужение. И так по всей длине кишечника. В итоге разрезали кишечник и там обнаружили 28 каловых камней. Пил боярышник, да, он пил асепталин, пил настойку стручкового перца, самогон. А эти напитки содержат очень большое количество угнетающих движений кишечника веществ. То же самое мне подарили хирурги волосы, которые заверли у девушки 17 лет. Девушка полтора года ела волосы. Вот они. А какой ваш любимый экспонат? Ну, первый экспонат, вот пойдем покажу, с которого, собственно, началось. Позвонил. Палец. Да, палец. Любовника. Вот он, первый препарат. Лежат голенькие, друг друга гладят, говорят, красивые слова. И вдруг дом затресся. Шум, пыль, гам. Камаз на полной скоростью дома останавливается. Муж. А он потом рассказывал в травмпункте, говорит, я прыгнул через забор, лечу через забор, а мне параллельно летит палец. И я, говорит, как-то не придал мгновенное значение, а потом приземлился. Пальца нет вот этого. Кровь течет. Кольца там нет уже. Кровь течет. Я, говорит, как-то майкой заткнул эту рану, закрутил ее, как жгут. Ищу палец-то, а его нету. Потом ногу случайно отодвинул, а я на нем стою. Я, говорит, его в карман засунул. Вот тут расстояние-то сыграло не очень хорошую роль. То бы он сразу в машине, в травмпункт, а то бы пришел бежать в квартал, пока завел, пока приехал. В общем, причина, по которой он потерял пальцы, явился гвоздь, который торчал в заборе. Во время прыжка гвоздь зацепил кольцо, и кольцо ему срезало пальцы. Это очень частая, кстати, причина. В общем, кольца лучше не носить. Нет. А этот вот по пьянке четыре пальца отпилил. Знаете, правой рукой как берут, да, берут брусок и вот так ведут. Ну и вместе с бруском ему отпилило четыре пальца. Вот так он на работе пострадал. Вся патология в отношении детей и женщин. В основном, какие причины? Курил наркотиков. Наркотики. Да, ну вот, например, мамашка курил гашиш. Гашиш. Да. Дело в том, что от гашиша возникает возбуждение, и так как ребенок имеет множественные роднички, значит, через эти слабые места головной мозг, соответственно, что? Вышел наружу и представлено вот в таком виде. Эта мамаша курила марихуану, более серьезный наркотик вообще. Ребенок родился с отсутствием крышки черепа, множественным кровоизлиянием в ткани лица, отсутствием кистей рук и отсутствием ног. Циклоп в центре. По идее, у него должно быть тоже в два раза больше и рук, и ног. Мать сидела в тюрьме, курила, пила чефир. Что такое чефир? Это тюремный алкоголь. От него бьется сердце, и кружится голова. Но самое главное, она колола крокодил. Сразу видно, что человек курит. Вот череп курящего 30 лет. Прям активно курящего. Вон те черепа курили 10 лет. Вон, желтенькие. Видно? Вот эти, да? Да, один. А эти вот в полиэтилене, которые не курили, белые, видно? Короче, наша русская женщина познакомилась. С дагестанцем. А он требовал непрерывного секса. И, в общем, довел ее до того, что... Ну, ей нужен один был в день секс. А он требовал каждый час. И каждый раз, приходя домой, он звонил, открывала она дверь, он начинал ее целовать. Потом валял ее на кровать, ну и так далее. И в конце концов, только одно упоминание о его имени ее трясло, как в лихорадке. Ну, и она пожаловалась подружкам, а тебе говорит, слушай, да вот отрежь ты его, говорит, к хренам. Она говорит, да как я его отрежу? Ну, или, говорит, подсыпь ему что-нибудь и перевяжи его, да он сам отвалится. И она, дурочка, напоила его каким-то снотворным зелем, он вино любил выпить. Она там подмешала, и он заснул, а она сняла с волос хлопчатую бумажную веревочку и перевязала. И откусила зубами. И ушла. И он, когда пришел в себя-то, не может развязать, все у него распухло, а развивать не может. И в итоге вызвал такси, приехал в травмпункт, те перерезали там, а половой орган весь почернел. И в результате его пришлось отрезать. Люди приходят с целью действительно освободиться от вредной привычки. Но им не хватает какого-то внешнего воздействия. То есть такой шок, введение в шок. Ну и шок, шок своеобразный. И когда начинаешь показывать натуральные вещи, чем это все заканчивается, то многие, конечно, включают механизм самовыживания. Серьезное значение – место окончательной регистрации граждан. МЭОРГ. Печальность. Да. Вот. Кстати, перед тем, как попасть в морг, люди попадают в отделение реанимации анестезиологии. Тоже имеет два значения. Если выписывают в отделение клиники, то абсолютно реально оздоровление. А если попадает в морг, ад реально обеспечен. Аро. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.